Добрый день, меня зовут Елисенька Анастасия и первый проект называется «Доступный мир». Цель проекта – показать доступность мира детям с особенностями развития через соприкновенность с прекрасным. Это у нас использовалось автомобили, небо, соответственно, увлекательные лекции для детей про парашюты, сладкое угощение и концертная программа. Задача проекта – содействие социализации детей с особенностями развития, создание среды контактного взаимодействия с детьми с особенностями развития и культуры, и искусством. Создание условий, благоприятствующие раскрытию потенциала людей не только, которые создавали сам проект, но и кто участвовал. То есть это и родители, и приглашенные дети, и сами дети, которые являлись участниками данного проекта. Данный проект стартовал у нас в 2015 году. Он проводится ежегодно в честь Дня защиты детей. «Доступный мир» – это автопробег, который проводится в городе Руза. И принимают в нем участие не только дети из города Руза, но и русского района. Участниками автопробега вместе с родителями и членами автоклуба Drive Hunters, мото-клуба Лос-Анджелес и молодежного совета при главе города Руза возложили цветы к памятнику погибшим воинам, загадали желание у фонтана, бросив монетки. Дети организованной колонны направились в Атулино, где их ждала экскурсия по аэродрому и потом полеты. Полет на Ан-2. После детей привезли в парк культуры и отдыха городок, где для них было организовано сладкое угощение и проведена анимационная программа. В конце был огромный концерт в честь Дня защиты детей, где принимали участие как городские дети, так и дети с особенностями развития. Вот такой вот интересный у нас проект именно для детей с ограниченными возможностями. Я работаю в парке культуры и отдыха городок, культ-организатор массовых мероприятий. Вот. И есть второй проект. Второй проект называется «Наш квартирник». Цель проекта – популяризация акустической рок-музыки, бардовской песни и стихов местных авторов и исполнителей. Цель, задача нашего проекта – вовлечение молодежи в культуру и искусство посредством музыки, поэзии и живого общения с музыкантами. Создание новых творческих проектов от ранее незнакомых между собой участников. Квартирник проводится ежемесячно на базе отдела культуры и деятельности при библиотеке городского поселения Рузов. К участию приглашаются творческие люди из русского района и соседних. Были у нас из Можайского района и из Волоколамского. Авторы рассказывают о себе, делятся планы на будущее, исполняют свои произведения, известные песни, стихи. Не только свои, но и других авторов. Все это происходит под разговоры с чаем, кофе, сладостями и угощениями. На данный момент у нас прошло уже 5 мероприятий. Последний был 13 августа, 10 сентября планируется следующий. То есть он проводится ежемесячно. Стартовал он в этом году, 7 марта. В организации квартирников приняло 10 человек, то есть именно организовывают 10 человек. А участников уже свыше 300. Аудитория проекта — это жители Московской области. То есть мы не замыкаемся на русском районе, а за рамки выходим. Приглашаем всех, кто хочет поделиться своим творчеством и рассказать о себе. Достигнутые результаты. Наш квартирник — это возможность для музыкантов и поэтов поделиться со слушателями своим творчеством, в теплой дружественной обстановке, находясь на равных, скажем так, ступенях. То есть не на сцене и зрителям в зале, а в дружественной обстановке. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.